привет теперь вот давайте мы с вами посмотрим как развивалась и развивается форма композиции песенный жанр и поп и рок музыки начнем с вами с 18 века в 18 веке была популярна форма одночасная выглядела она так часть а часть а часть а и так далее практически весь городской романс 18 19 века написан по этой форме классический пример композиция песня о тяжелой судьбе кочегара который в двадцати четырех куплетах рассказывается как ему тяжело на флоте это раскинул из моря широко кто не слушал послушайте очень поучительно следующее это двухчастная форма обычно она называется куплет припевная это а б а б у нее много разновидностей но я об этом сейчас говорить не буду и третья форма тоже достаточно интересное это ронда состоит она из трех частей а б и ц и чередуются они как правило с вариациями в разных случаях но примерно таким образом а б где бы это припев а c потом мы уходим опять им в а и дальше опять б ну пример куплет припевной формы и я думаю приводить не надо вы сами можете найти десяток а вот ронда если кому интересно послушайте очень большой любитель и экспериментатор в этом отношении это sting sting очень крут в построении формы именно ронда трехчастная форма это его конек и теперь на сегодняшний день если вы послушаете современную попсу современную клубную музыку то вы поймете что музыканты из трехчастной формы и двухчастной вернулись обратно к одночасной форме это началось не сейчас это началось еще в 90-е годы и сейчас музыка строится таким образом ну первое две с половиной минуты это очень много вступление на 30 секунд мы сейчас не можем себе позволить музыкант не можете позволить растянуть вступление на 30 или 40 секунд что вполне реально для семидесятых годов по форме тоже как правило теперь делается то вас есть часть а и часть а опять же но часть а первое это куплет а часть а вторая это припев когда на одну и ту же часть пишется просто две разных мелодии одна является куплетом другая припев еще проще и понятней это у вас допустим есть четырехтактовый бит вы нашли хорошую форму для бита ну условно говоря это риф до повторяющиеся фигуры и на этой фигуре строится вся композиция очень важно по эмоциональным состоянием на самом деле скриптонит и моргенштерн это очень разные артисты при этом если говорить о скриптоните то там очень много настроений мы будем с вами слушать сегодня композицию москва любит а у моргенштерна мы возьмем кадиллак там очень много разных настроений первое что надо отметить что в целом они конечно все близки к депрессовым там очень много оттенков от ожидания от ненависти от отчаяния от безразличия моргенштерн же наоборот он однозначен по своему настроению по своему посылу это просто в лоб давайте оторвемся я бы хотел выругаться матом но я не скриптонит и не моргенштерн поэтому я этого делать не буду но теперь мы идем в студию и посмотрим что уже там было происходит по пространству давайте посмотрим какие эффекты еще раз я включу сайт у скриптонита и послушаем что мы слышим ну по эффектам здесь на фортепиано висит достаточно длинный холл на ответах на оу такой же холл а вокала в сайде вообще нет это значит вокал чистый практически вот здесь вот прописан вас в центре и в миде ну соответственно в центре послушаем мид ну вот интересное решение а смотрите в миде я слышу холл на вокале слышу холл и слышу эски как вы думаете что это означает это означает что на вокале холл в моно потому что его нету в сайде он только в миде значит он только в центре и только вместе с основным лид-вокалом поэтому в принципе в стерео у нас вокал звучит достаточно ну какой-то степени сыро в сайте я не слышу а в миде он есть значит тут примерно холл полторы-две секунды и он собственно такой на всем он достаточно густой потому что фортепиано тоже оно фактически обволакивает и тонет в этом холле теперь послушаем моргенштерна ну вот что я здесь заметил я заметил что вокал он делает как-то вот так он проваливается потом появляется потом опять проваливается появляется я сначала подумал думать какой-то сайт чень компрессии или что они сделали а потом до меня доперло это на мастеринге они настолько сильно зажали трек что как только бочки нет у бочки есть пропуски в этот же момент у вас вокал с холлом выпрыгивает вверх ну собственно вся фонограмма выпрыгивает ну то есть такие скачки на вокале они появились из-за того что очень сильно пережатый трек и пережатая это пережатость отобразилась на тех местах где нет бочки ну и соответственно и в паузе это тоже самое происходит сейчас мы послушаем вот это здесь а потом я вам покажу как в паузе все выпрыгивает из-за того что фанера очень сильно зажата ну вот наделать деньги это просто явно слышно потому что там бочка сильно уходит она только долю отбивает как только у ритм секции пауза так вокал у нас выныривает вперед и то же самое здесь происходит еще так спета так вот так так спета чуть вперед и когда он спел так то последняя часть так придавливается бочкой и он проваливается вниз и еще одна на мой взгляд ошибка скриптонита он взял очень низкий бас а очень низкий бас на мультимедиа работать не будет наверняка многие из вас смотрят это на ноуте и на ноуте этот бас практически отсутствует в треке вообще потому что это почти синус он висит на одной ноте и висит достаточно низк вот если я активирую щас эквалайзер со срезом ну так похожий на мультимедиа вы услышите что бас исчезнет ну да я думаю что все услышали но тот кто слушает с ноута тот не услышал потому что у него этого баса и так в общем то наверное нет и еще есть у меня один нюанс я скачал две версии трека первая на двухминутная собственно то что я вам рассказывал у доски она очень короткая сейчас еще один момент два абсолютно разных человека два абсолютно разных настроений два абсолютно разных подхода да но при этом оба из них коверкают произношение так что текст ну с трудом можно разобрать отдельные фразы это тоже не просто так потому что здесь важен не текст а важен посыл энергетический у одного один посыл у другого совсем другой посыл энергетический а текст не важно важно я купил кадиллак и делать деньги вот собственно все что мы понимаем из этой песни но при этом у нее два куплета два припева по тексту я не нашел отличий уж извините может быть я обосрался и ошибаюсь но по-моему это один и тот же текст теперь смотрите меня еще один есть сюрприз я сказал что я скачал два трека первые из них это оригинальный моргенштерна двухминутный а второй это моргенштерн и л джей трек л джей очень сильно отличается от оригинал посмотрите какое отличие тоже я угадал-гадал в чем причина думаю ну наверно другая версия сведения смотрите слышите как во втором треке пинает бочка намного сильнее напинает и намного ярче звучит вот этот саббас вот этот саббас он прямо волной вас выталкивает после бочки он делает такого это очень хорошо дышится трек хорошо дышит вот это хорошая фишка а во втором а в первом треке этого нету вы к сожалению он такой ровный как колбаса ну вот и отдельные слова я хотел добрые сказать в адрес л джей потому что он очень клево вписался в этот трек он его очень сильно освежил а он абсолютно другой он не такой как моргенштерн и он он еще еще и по планам он очень хорошо вписался потому что моргенштерна у него все время фактически один план но в лучшем случае там раздваивается вот этот эффект дабл трека появляется а он прямо лег вот прямо классно он прямо приблизился к нам давайте послушаем это болтать можно долго кто о чем мечтал то мы взяли на вынос и длиб свежей чем весь музыкальный пиздац просто вот сразу трек задышался совершенно по-другому да появилась ритмика появилась какой-то движение я прямо мне этот кусочек очень порадовал и так подытожим немножко до оригинальный трек очень сильно пережат то есть пережат до невозможности да это это я объясню если вы вы же видите это по колбасе и вы увидите что трек моргенштерна стоит на минус 5 децибел относительно трека с л джей то есть он намного громче но он абсолютно не качает потому что он стал плоским у него ушел саб вниз у него ушла бочка она просто умерла мы ее вынесли в гробу вместе с аббас а этот исходный трек он качает и он интереснее он гораздо лучше в этом отношении с точки зрения динамики с точки зрения грубо но в итоге что можно сказать что это два очень интересных исполнителя скажем очень ярких исполнителя они абсолютно разные но и в том и в другом треке по большому счету разбирать особо было нечего потому что они очень просто сделаны тот и другой просто у скриптонита у него больше красок больше отношения и больше палитра чем у моргенштерна и в том и в другом треке есть ошибки перекомпрессия пережатый прыгающий вокал отсутствие баса и отсутствие кика у моргенштерна и слишком широкое стерео слишком сильно раздвинутые инструменты вот эти пиано и там еще по моему пару инструментов настолько что у трека очень плохая моносовместимость при том что и плюс еще до вас саб низом который пропадает в мультимедия можно посмотреть рмс у моргенштерна я думаю что она где-то будет около четырех ну вот статистика показывает что у моргенштерна интегрированная громкость 715 но для такого трека я думал что она будет более сильно зажата теперь посмотрим скриптонит но по самой колбасе уже видно что у него меньше будет а у него 9 интегрированная в 994 2 дБ разница то рмс первом треке было 3 с чем-то а здесь 5 с чем-то но тоже разница большая достаточно но зато он более динамичный он сохранился динамика а вот этого наверное будет минус 10 минус 11 940 ну вот то есть они а вот этот трек одинаковые со скриптонитом кажется я знаю в чем еще ошибка скриптонит сделал клиппинг поэтому он не потерял динамику а громкость трека у него осталось на хорошем уровне вот он вот он клиппинг подрезанной макушке и динамика сохранилась у моргенштерна нет вот пожалуйста видите здесь нету здесь нету клиппинга то есть там были обрезанные макушки и это подняло громкость у скриптонита но при этом сохранила динамику а здесь просто положили я не знаю l3 на минус 10 децибел убили собственно всю динамику убили трек и на этом все на не надо забывать что моргенштерн у нас певец года поздравляю всех всем хороших миксов пока